Доброе здоровьи, уважаемые посетители канала! Мы с вами дальше разбираем в популярной форме что такое панкреатит. Панкреатит означает воспаление поджелудочной железы. Воспаление. Отчего же оно бывает это воспаление? Кстати у меня бывало, я не понаслышке знаю какие боли бывают. Итак, продолжим. Значит, россияне часто искали, делали запросы о панкреатите и слово симптомы болезни панкреатита занимает первое место. Значит, панкреатит воспалительный процент поражающий поджелудочную железу, то есть непосредственно в самой поджелудочной железе. Поджелудочная железа, большая железа, она отвечает за выработку пищеварительных соков, ферментов, что делает значит панкреатическая железа в момент, когда начинается пищеварение, то сок панкреатической железы нейтрализует кислую среду, которая поступает из желудка. То есть, сначала запускается у нас желудок, запустился все нормально, пищеварение началось, кислые соки обрабатываются, потом по мере обработки пищи кислыми соками, пища дальше попадает в 12-перстную кишку, куда выделяются ферменты поджелудочной железы, специальный проток, туда же с другой стороны выделяется желчь и значит панкреатическая железа нейтрализует кислую среду и далее по мере этой всей нейтрализации кислой среды выбрасывается огромное количество своих собственных ферментов, с помощью которых и начинается дальнейшее пищеварение. Причины воспаления панкреатитом нарушение тока пищеварительных соков из поджелудочной железы, то есть поджелудочная железа представляет как бы такое слизистое образование, в котором находятся клетки, вырабатывающие вот эти все эти ферменты. И естественно все устроено так, что клетки из крови, клетки поджелудочной железы из крови вырабатывают эти ферменты, которые по своим свойствам должны расщеплять все вокруг и их надо немедленно выбросить в просвет 12-сперстной кишке для того, чтобы они начали свою работу. Значит, если они задерживаются внутри железы, то эти ферменты начинают переваривать саму поджелудочную железу и от этого возникают вот такие опоясывающие боли. Значит, панкреатит чаще всего в России, да наверное во всем мире, проявляется у взрослых мужчин из-за неправильной диеты и чрезмерного употребления алкоголя. У женщин панкреатит чаще связан с неправильной диетой и гормональными колебаниями. Давайте разберем в чем заключается неправильность диеты. Самое первое, с чем лично я столкнулся, можно особо диету никакую там не соблюдать. Неправильная диета, несколько это все ерунда. Заключается в том, что мы с вами употребляем такую пищу, которая не свойственна организму, то есть такой пищи вообще в природе нет. Например, томатной поджарки. Вот ее нету в природе. И оказывается томатная поджарка, то есть томаты, дополнительно обработанные теплом, они вот эту информацию теплоты вносят в организм наш. И так как ферменты поджелудочной железы вообще существуют, такое понятие у древних, как пищеварительный огонь, то есть пищеварительный огонь у нас должен быть, знаете, такой, который бы переваривал пищу, но не переваривал бы органы пищеварения. Добавляя вот эти вот продукты, обработанные тепловой обработкой, особенно, смотрите, чтобы этот продукт был красного цвета, красного цвета, запомни, красный цвет уже сам по себе несет вот такую, как бы сказать, ну огненную нагрузку. И плюс еще добавление к красному цвету вот теплоты. Вот эта вот связка, она порождает настолько сильный пищеварительный огонь, вот согласно древней трактовке, что это начинает разрушать поджелудочную железу. И возникают, естественно, такие очень крайне неприятные опоясывающие боли. Вот как я вам показываю, вот такая вот боль. У меня это было. Я любил такой ресторанчик «Елки-палки». Ну и в Москве, и в Ростове в то время был. И в Ростов, когда я приеду, там была такая, как бы сказать, фишечка телега. На этой телеге стояли продукты питания, блюда. И ты, заплатив за телегу, ты мог из этой телеги уже отобрать любое количество, сколько ты съешь. А именно, мне нравился рисочек белый, сам по себе отличное блюдо. Мне нравился там бестроганы, отличное блюдо. Пусть они с рисом там не так уж сочетаются, но тем не менее, если организм здоровый, он все это переваривает. И я, значит, это самое. В рисочек добавлял вот этих бестроганов, а эти бестроганы как раз были в томатном соусе. Обильно томатного соуса, все, чтобы, знаете, ничего тут не это, как говорится, меньше жевалось, больше глоталось, как мы все привыкли. И вот я, значит, только возьму такое блюдо, глаза радуются, слюни бегут. И я только хоп, навернул. Вот я пришел нормально, все нормально, все хорошо. Навернул вот это вот блюдо с томатным соусом, выхожу из ресторана, то есть окончилась еда, и вот я выхожу, и я чувствую, начинаются вот такие боли у меня резкие, режущие, неприятные. Что такое? Почему? Вроде все бы ты съел. Нормально. Откуда это все? И только изучая науку о свойствах продуктов, что они могут быть, грубо говоря, охлаждающие, они могут быть разогревающие, они могут быть сушивающие и так далее, так далее, так далее, специально я это все дела для себя изучал, я понял причину моей вот этой вот боли панкреатита. То есть здесь ни бестроганы, ни рис, ни сочетание риса с бестроганами, а именно поджарка играла. Вот я поджарочку убираю, и все нормально, все переваривается, ничего не болит. То есть вот продукт, который красный, и который обработан термически, он приобретает такие свойства, которые перевозбуждают, особенно у лиц желчной конституции, таких как я, лысых, седых, ну, с глазами-то у меня более-менее нормально, они перевозбуждают у этих людей жизненный принцип огня, который заведует пищеварением, и он, естественно, портит, разрушает поджелудочную железу. Все, пошло. То есть убрать этот продукт. Я вам еще скажу следующее. Изжога, изжога, вот сначала я как бы сказать, изжога, она предвестник панкреатита. Она указывает, что у вас уже, ну, в организме много, значит, вот этого жизненного принципа огня, и вам его надо поменьше, или не в таком сочетании. И вот я убедился, смотрите, что вызывает изжогу, и, естественно, в дальнейшем будет вызывать и панкреатит. Это килька в томатном соусе, это икра кабачковая, так называемая, иностранная. Это, значит, вот этот вот все эти томатные соуса, и, естественно, вот что там они говорят, и чрезмерного употребления алкоголя. Оказывается, алкоголь, это тоже такой жгучий напиток, который вызывает перевозбуждение жизненного принципа огня. И, как правило, естественно, вот это все прямо в поджелудочной железе возбуждается и вызывается воспаление. Если какой-то другой алкоголь, допустим, там вино или еще там какое-то, разные виды алкоголя есть, все нормально, там, допустим, пиво, оно несколько там по-другому действует, не так на это. А вот алкоголь за счет своих вот этих вот горячих, сухих этих свойств, он действует, знаете, так целенаправленно. И человек так загасил литрик-полтора водочки, ну есть такие люди, и только опачки. И у него боль опоясывающая воспаление поджелудочной железы, так называемый пункреатит. То есть это одна из таких, я считаю, распространенных причин. Я вам ее высказал, она у меня была, и я ее убрал вот этим понятием и, значит, изменением своего питания, просто вот эти продукты убрал, либо же, либо же я могу и съесть их, но в меньшем количестве. Кстати, изжогу возбуждает, отлично, у меня возбуждает и мед. Если его так метану, ну, примерно по две столовые ложки, сегодня, завтра, а послезавтра, если метану, точно будет изжога, сначала изжога. Поэтому осторожно с вот этими продуктами. И вот так вот, разобравшись, я это все дело устранил и очень доволен тем, что мне никакие там, что я до всего этого дошел головой. Что касается женщин неправильная диета, вот как раз вот эти вот вещи и будут влиять. Причем, опять-таки, здесь большое значение имеет индивидуальная конституция. Как только выразил желчный принцип, и желчный жизненный принцип у нас примерно выражен сильно, наиболее сильно, примерно лет с 25 до 50, вот где-то лет в 30-35 это наиболее сильно выражено, вот там-то и появляется вот этот вот панкреатит, там и жога и так далее. Дальше это все как бы угасает постепенно, естественно. И вот эти заболевания не так проявляются. Но в том возрасте они вас, может, замучат и, будем говорить, разрушат организм полностью. Поэтому надо знать. Что касается гормональных колебаний, гормональных колебаний, Ну, насчет этого я ничего сказать не могу. Возможно, там какие-то там вещи, ну, как бы сказать, тоже влияет периодичность, допустим, лунного цикла. Она может влиять на количество, как бы сказать, теплоты в организме. Мы связаны с природой огромным количеством вот таких невидимых связей, которые, как бы сказать, в каждый день лунного цикла, более того, в каждый день года, они все это там работают. И поэтому, это тоже надо учитывать, ну, в основном, продукты, видоизмененные термической обработкой, влияют. Вот это мое мнение. Вы можете проверить все это, потом написать. А именно, избавиться легко и просто от изжоги, как я вам сказал, как я это сделал. Убрал все вот эти вот продукты на томатной поджарке желтого цвета. Просто-напросто убрал. Изжоги нету, панкредита нету. Как говорят некоторые, чудеса. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал. Поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!